После этих слов любящие бабушки, дедушки, мама и папа готовы на все. Этими пользуются мошенники. Правда, кто-то не поддается панике и сразу перезванивает родственнику, который якобы попал в беду. А кто-то идет до конца. Здесь действует психологический прием. Когда кто-то говорит, я твой сын, включается рефлекторная тревога и голос кажется близким. Очень редко, когда люди трезвомыслящие все-таки понимают, что это не сын. А как правило спрашивают сразу, Костя, это ты? Говорят, конечно, это я Костя. То есть жертва делает все сама для того, чтобы быть обманутой. Телефонный звонок от псевдосотрудника полиции на данный момент является одним из основных видов мошенничества. Голос на том конце провода сообщает жертве, что его родственник совершил преступление. Сбил пешехода или у него нашли сверток с запрещенным веществом. И чтобы не возбудили уголовное дело, срочно нужны деньги. Абоненту предлагают передать определенную сумму посреднику. Моей оперативной группой был задержанный ваш сын. У него при себе находился черный пакет. В этом пакете был сверток, в котором находилось наркотическое вещество, конопля. Вам известно, что это такое? Ну, конечно. Поэтому ему в данный момент инкриминируется статья 307, часть 1, которая влечет за собой уголовную ответственность от 3 до 7 лет лишения свободы. Вот сидит слезно, просит помочь ему не заводить уголовное дело, не передавать в прокуратуру, чтобы дело не дошло за судами, не попал он за решетку. Как-то решить этот вопрос. Ну и что, что? Вы будете ему помогать? Ну, конечно. Конечно, а как же? Ну, смотрите, можно, в принципе, решить этот вопрос, но это будет не бесплатно. За это придется заплатить, чтобы люди закрыли на это глаза, это дело не пошло в сутки. Цена такого вопроса 1000 долларов. Есть такая сумма у вас? Суммы за невозбуждение уголовного дела или за оплату операции якобы сбитого пешехода, запрашиваемые аферистами, достигают до миллиона рублей. Старики в панике достают припрятанные деньги, опустошают счета, даже умудряются продавать квартиры. Такой спектакль мошенники разыграли перед 91-летней жительницей Владивостока. В порыве помочь внуку, женщина собрала все деньги, которые откладывала на похороны. Набралось 95 тысяч рублей. Она передала деньги посреднику и только потом связалась с настоящим внуком. И по словам следователя Екатерины Садон, таких обманов по городу сплошь и рядом. Можно просто взять, положить трубку, набрать номер близкого человека и проверить, так ли это. И находится ли он в полиции или он находится где-то, например, на рыбалке, как вот в последнем случае, когда я расследовала уголовное дело. Матери старушки позвонили мошенники и сообщили о том, что ее сын сбил девушку на дороге. Она лежит в реанимации, врачи борются за ее жизнь. И попросили 230 тысяч на операцию, чтобы облегчить участь ее сына. Старушка не раздумывая собрала эти деньги, которые получила от продажи какого-то земельного участка и которые так были нужны на операцию другому родственнику. Но она не задумываясь просто отдала деньги приехавшему молодому человеку. Любопытно, что такие телефонные звонки обычно поступают от заключенных, которые проворачивают аферы прямо из мест лишения свободы. Стоит отметить, что за период 2016 года следователи отдела полиции номер 3 города Владивостока возбудили 293 уголовных дела по различным фактам мошенничества в отношении граждан и организаций России. Общая сумма ущерба составила более 45 миллионов рублей. Уважаемые зрители, обязательно проверьте номер телефона, с которого вам звонят псевдосотрудники полиции. И вы тогда сразу поймете, что вам звонят мошенники. Потому что, как правило, практически в 100% случаев звонки приходят с номеров других регионов Российской Федерации. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.